ТЕЛЕАРТЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ С ДИЯГО ВСТРЕЧАЛОСЬ? Нет, не встречалась. Мне... Мне нужна твоя помощь. Я знаю, тебя ждет Тика, но я не могу сделать это одна. Хорошо. Валерия, ведь ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я решила сделать тест на беременность. Вот увидишь, все будет хорошо. Надеюсь. Аптека. Не бойся. Спасибо. Что ты здесь делаешь? Я ждал сеньора Альберта Гарсии Мендеса. А его нет. Надо было ждать за дверью, ни в коем случае не приказаться к этой машине. Слишком поздно, Дарьё. Я уже все понял. Да? Да. На чьей ты стороне? На стороне честных людей, Дарьё. Вот на чьей. Альберта Гарсий Мендеса. Синьер Диего, я приехал за вами. Мне не до тебя, Фермин. Меня прислал за вами отец. Некогда мне ехать к отцу, Фермин. У меня масса срочных дел. Вас отвезти? Куда скажете? У вас проблемы? А что, заметно? Вы напряжены. Не хотите глотнуть? Нет, нет, спасибо. А, по-моему, вам надо. Не хочу, Фермин. Я просто хотел помочь. Ты прав, Фермин. Пожалуй, это то, что надо. Давай. Держите. У следующего светофора направо, так? Да, да, до проспекта. Куда это вы, Гарсио Мендес? Что это? Похоже, вы пришли меня арестовать. Сожалею, сеньор. Все это слишком серьезно. Похоже, теперь вас уже никто не спасет. Слушай, Валерия, слушай. Слушай внимательно. Это очень важно. Речь о твоем папе. А что с моим папой? Диего! Диего! Любимый! Диего! Богатые и знаменитые. Но в главных ролях, Наталья Арера. Диего Рамос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В ролях Антонио Гримао Марберто Диас Джессика Шульц Сесилия Мореско Грассиэла Паль Карина Бузекки Марта Серайн Сильвия Байле Лорена Паола и другие Музыкальное оформление Элио Рисо Режиссер Алехандро Моссер Не трогай его, Валерия. Иди в свою комнату. А ты не командуй. Хватит спорить. Не дай этого сейчас. Мама, он хотел сказать что-то про папу. Ты слышала? Хорошо, что не сказал. Я бы набил ему морду. Нет, нет. Что с ним случилось? Неожиданно потерял сознание. Не знаю, что с ним. Наверняка упало давление. Я его отвезу. Куда вы его отвезете? Домой. Куда же еще? Только бы с ним ничего не случилось. А то виноват меня, потом окажемся мы. Но! Мама! Нет, ты останешься здесь. Мама, я не успокоюсь, пока не узнаю, что с ним. Вам лучше остаться. Не думаю, что Лусяна Солярна будет приятно видеть вас. Ну, идемте. Идем. Я вам помогу. Осторожно. Валерия, иди сюда. Нет. Нет, нет, ни в коем случае. Вам лучше не оказывать сопротивление. Я не оказываю сопротивление, инспектор. Просто не понимаю, почему я должен пойти с вами. У меня нет ни малейшего представления о том, в чем тут дело. Поймите. Однако, ваша подпись на документе доказывает обратно. Ну, что вы? Разве так можно? Говорите, что ничего не понимаете, ничего не знаете, а потом оказывается, что рыльца в пушку. Я не позволю! Вы можете что-то не позволить закону? Пожалуйста, возьмите свои вещи и следуйте за мной. Хорошо, хотя бы дайте мне связаться с сеньором Солярна или сеньором Савенте. Сеньор Савенте неожиданно исчез. Сеньор Солярна, уехал в отпуск. Пожалуйста, возьмите бумаги и поедемте со мной. Конечно, мама сама захочет все приготовить, но, по-моему, выбор отличный. А как у тебя? Есть жених? Да. Давно? Ну, вообще-то мы выросли вместе. А женихом и невестой стали четыре года назад. Это парень из моего местечка. Там и живет? Нет, перебрался сюда, поэтому я и приехала. Конечно, любовь творит чудеса, так? Значит, мы с тобой договорились. Покупки лучше сделают пораньше. Хорошо, закончу мыть окна и сразу пойду. Отлично. А как зовут твоего жениха? Его зовут? Телефон. Ладно, я подойду. Что ты несешь? Замолчи! Да нет, ведь он хотел сказать что-то про папу. Так почему же не сказал? Не придуривайся, ты что, не видел, что он потерял сознание? Или передумал? Скажи, за что ты его так ненавидишь? За то, что он сын Солерна, Валерия, вот за что. Ну, а ты-то кто такой? До недавних пор сын честного, уважаемого человека, который по вине этой гнусной семейки попал за решетку и навсегда потерял доброе имя, Валерия. Валерия, ты знала, что он остался без работы на факультете. А по чьей вине он без нее остался? По чьей вине? По вине этого негодяя, его отца. И ты говоришь о морали. Ты. А сам гуляешь с дружками, возвращаешься под утро. И сколько раз нам приходилось забирать тебя из участка и давать объяснение, по какому праву ты говоришь о морали. Валерия, ты предательница, ты предательница. Ты осознаешь, ты осознаешь, что тебе важнее защита твоего женишка, чем забота о собственном отце. Да нет же, не все люди одинаковые. Да что тебе объяснять? Для тебя существует только черное и белое. Оттенков ты не видишь. В вопросах морали не может быть оттенков. Смешно. Носитель морали, носитель морали. Ты посмотри на себя. Хватит, хватит. До чего докатились? С ума сошли? Что с вами? Она выводит меня из себя, мама. А ты держи себя в руках. В последний раз вас разнимаю. Тебе не стыдно поднимать руку на родную сестру? Конечно. А ей ты ничего не скажешь. Ей ничего? Подумай, что творится. Подумай, что творится с папой. Ей ты не скажешь ни слова. Потом я с ней поговорю. Мама, ни Диего, ни я не виноваты в том, что происходит. И я уверена, он не меньше меня хочет, чтобы все было нормально. Валерия, не витай в облаках. Очнись, спустись на землю. Он тебя использует, а потом бросит. Послушай меня. Он точно женится на Сабрине, а ты останешься с Нотсом. Ненавижу тебя, Агустин, ненавижу. Валерия, Агустин, подожди, Агустин, не уходи. Сейчас или никогда? Дело очень сложное, сеньор Гарсио Мендес. Очень сложное. Да, но вы должны понять. Это страшное недоразумение. Все произошло по недосмотру. Я просто не посмотрел, что подписывал. Вот и все. За это тоже надо отвечать. Мы же так давно знаем друг друга. Вы знаете мои прежние заслуги. Знаете, кто я такой. Как же так? Это уже не имеет никакого значения. Имеет, имеет. А почему же тогда я здесь? Необходимая процедура. Вы хорошие адвокаты, должны это знать. Так. Вы должны понять, что меня подставили. Разве вы этого не знаете? Знаю одно. Вам нужен хороший адвокат и как можно скорее. За это не беспокойтесь. Я сам буду себя защищать. Не советую. Такие дела очень травмируют. И возможно у вас не хватит сил на собственную защиту. А может, вы готовы мне помочь, сеньор судья? Моя задача вершить правосудие, а не помогать людям. Теперь я вас понимаю. Можно воспользоваться телефоном, мне надо поговорить с женой. Пожалуйста. А могу узнать я имя коллеги, который будет вас защищать? Скоро узнаете. Тогда я подам иск. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это неправильно. Да, это так, но ты должна быть благодарна Рафа за его гостеприимство. Еще чего, надоело. Мне здесь противно, и ты тоже противен. Объясни, в чем дело, Лу. Что происходит, выкладывай. А ты не хочешь погулять, позагорать, полежать на пляже? Нет, одна не хочу. Вдруг встречу знакомых, начнут расспрашивать. А что я им скажу? Нет, Лу, пойдем вместе, Лу, не оставляй меня одну. Не оставляй меня. Ладно, ладно. Я жду звонка из Буэнос-Айреса. Сделаем так. Как только позвонят, как только поговорю, можем выйти на яхту. На яхту? Тебе же нравится? Ну, не знаю, не знаю. Можешь сделать для меня топлис. Предложим Диего отправиться с нами? Оставь Диего, пусть спит. Ладно. Пойду переоден. Надену новое бикини. Совершенно роскошное. Мне не терпится увидеть его на тебе. Сеньор Солярна, вам звонят. Спасибо. Пойдем. Ну как? Да, страдаем тут. В зависимости от того, как быстро сработает карбонезия. Окей. На то мы порешим. Пока. Ну, как там Диего? Думаю, нормально. Даже не спросил. А ведь ты знаешь, что я в отчаянии. Мы все в отчаянии, Сабрина. И тебе лучше к этому привыкнуть. У богачей так и бывает. Сегодня в красочном журнале, а завтра под судом. Объясни, что случилось? Вот этого не могу, дочка. Не могу. Слишком большой риск. Дело секретное. Ну, а долго он будет в отъезде? Я спрашиваю только про Диего, папа. По крайней мере, разреши мне поехать к ним? Это безумие. Нет, безумием было бы потерять его. Пойми, сейчас я нужна Диего, как никогда. Тебе и Лусяна скажут. Я знаю, как управлять Диего в таких случаях. Знаю, как смирять его геройские порывы. Я знаю Диего. Папочка. Прошу тебя. Прошу тебя, отпусти меня. Ну, пожалуйста. Пообещай, что в этот раз меня не подведешь. Обещаю, не подведу. Ну, и ты пообещай, что больше не будешь встречаться ни с каким игроком в поло. Хорошо? Вот дурачок. Не дурачок, а опасаясь. Я не хочу тебя потерять. Такого никогда не будет. Эй, Диего, что с тобой? Я должен тебе сказать... Что? Ты смотри, как я теряюсь. Что-то плохое? Нет, нет. Ты женат? Нет. У тебя другая? Нет, 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 нет. Полюбил другую? Как я могу полюбить другую? Как я могу полюбить другую? Ерунда, не будем об этом. Какая ты ерунда? Говори. Нет. Нет, говори. Нет, 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 нет. Ерунда, потом скажу. Ладно. Зайдешь? Нет. Нет. Лучше пройти испытания за один раз. Сегодня вечером. Пока. Пока. Лучше пройти испытания за один раз. Ты как? Лучше пройти испытания за один раз. Что ты здесь делаешь? Ну, зашел к другу, принес ему книжку. А я за покупками. Пойдешь со мной? Нет, нет, времени нет. Ты не обидишься? Нет. Увидимся в пансионе. Пока. Ну, тихо. Пора действовать. Валерия? Что ты здесь делаешь? Тест положительный. Триня, я беременна. Объясни, почему я здесь. Как ты мог на это пойти? Притащил меня сюда силы без сознания. Я сделал это ради тебя. Ради себя. Обо мне ты и не думал. Ты несправедлив, сын. Не называй меня сыном. Не называй меня сыном. Мне стыдно, что я твой сын, папа. Ты мафиози, ты преступник. Надо знать причины. Вот тогда ты... Брось, папа, брось. Я не стану твоим сообщником. Отдувайся сам. А меня в свои дела не путай. Вот как? Вот как? Ты солерный, поэтому уже замешан. К тому же в твоих руках 30% акций. Так что, благодарить тебя за то, что ты подумал о моем будущем? Будь благодарен. Ты циник, папа. Все будут думать, что бедный Гарсио Мендес преступник. А это ты его подставил. Ты меня пугаешь, папа. Мне очень страшно. Спокойно, не нервничай. Когда-нибудь ты со мной согласишься, вот увидишь. А что ты будешь делать? Скажи, что ты собираешься? Что ты всю жизнь будешь в бегах? Изменишь себе лицо, как знаменитые преступники, так что ли? Изменишь фамилию? Да? Что ты смеешься? Вот ведь. Что значит нынешнее поколение? Насмотрелись разных детективов, мистики, фантастики. Так что ты будешь делать? Ничего. Вернусь из заслуженного отпуска. Когда это случилось, меня не было в Буэнос-Айресе. Я ничего не подписывал, ничего не заявлял. Случилось так, что мой доверенный человек воспользовался моим отсутствием. И очистил банк. И я разорен, банк прогорел. И меня ждет там солидная страховка. Вот и все. Вина. Что? Да, стыд. Ты же не думаешь, что люди тебе поверят, папа. Люди будут думать, что я гений. Что я бог. Посмотри, что тут понастроили по дешевке. Все будут думать, что я бог. Мне будут поклоняться. Глупец. Не думаю, что так будет. Ну, все. Закончим этот разговор. Идем. Прокатимся на яхте. Идем. Верни документы, и я еду в Буэнос-Айрес. Нет, тебя могут арестовать. Не важно. А мне важно. Твои документы останутся у меня. И не вздумай бежать. Особняк под надежной охраной. Дорогая, жди меня наверху. Верни документы, и яkschchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Hey,şchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Не знаю. Ни малейшего представления. Все перепуталось. Не знаю. Так, это для тебя полная неожиданность, да? Что ты хочешь сказать? Что ты пошла на риск, Валерия? Я тебе говорила, предохраняйся, и ты соглашалась. А ты, да, Три, ничто еще я могла тебе сказать. Не упрекай меня, помоги, прошу тебя. Хорошо, прости. Когда поговоришь с Диего? Не знаю. Не знаю, с ним творится что-то очень странное. Странное? А что? Утром пришел к нам, хотел сказать мне что-то очень важное. И что? Ты же знаешь Агустина, он почти не давал ему говорить. Как? Аугустин выгнал его из дома? Нет, хуже. Диего потерял сознание, и его забрал их водитель. И больше я ничего не знаю. О чем ты думаешь? Его тем более надо найти и обо всем рассказать, Валерия. Диего единственный, кто может тебе сейчас помочь. И помните, что я сказал, мой сын не должен выходить из этого дома, ни при каких обстоятельствах. Слушаюсь. Отвечайте мне за него головой. Не беспокойтесь, сеньор. Слушаюсь. 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 Не беспокойтесь, сеньор Гарсио Мендес. Слушаюсь. 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 У меня такое чувство. Идем, идем. Но куда? Как куда? Вручать на помощь? На помощь. Ну, я жду звонка от адвоката. Какой еще адвокат брось? Надо спешить на помощь. Идем. Хорошо бегу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда делась девушка, которую я оставил здесь? Я готовлю ей чай. Ты так долго моешься, просто невозможно. Так, а где ребята? Ушли в кино. Ясно. Тику, погоди. Звонила Инесса. Сказала, что у нее сегодня много работы и прийти не сможет. Ужин, что ли? Что же, тем лучше. Подожди. Почему тем лучше? Ну, не знаю. Чем больше работает, тем больше заработает. Или нет? Да. Тику? Ага. Ты встречаешься, сына? Прости, и в честь чего такой вопрос? Ну, она очень к тебе тянется, а ты к Трине. Вот. А я не понимаю. Соли, я лезу в твою жизнь? Нет. Вот это и не лезь. Тоже мне. Соли, я лезу в твою жизнь. Как же так? Как это нас не пустит? Адвокат не явился, значит, сообщение не получил. Так позовем другого. Что же там происходит? Боже мой, боже мой. Диего что-то про это знал и хотел со мной поговорить. А ты с ним не говорила? Не смогла. Вот он. Что скажете, Гарсия Мендес? Папа, куда тебя ведут? Позвонили моему адвокату. Не смогли связаться, любимый. Марта, позвони на факультет. Там кого-нибудь порекомендуют. Прошу тебя, береги себя. Куда его везут? В тюрьму. Как это в тюрьму? Альберто. Марта, не беспокойтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лу, холодно. Что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? У нас в сюрприз, любимая. Ты довольна? Да, да. Хорошо, правда? Мне так хочется на Карибе. Глаза закрою, как будто я уже там. Лу, ну, что ты делаешь? Скоро доберемся, любимая, скоро доберемся. Как я сегодня загорю, а что тебе куплю? Столько всего, что все подруги будут завидовать. Я забыл тебе сказать. Что? Пока нельзя пользоваться картой. Лу, о чем ты говоришь? Ерунда. Всего несколько дней. Простая предосторожность. Предосторожность? Ну, нет, милая, так не пойдет, нет. А на что я буду делать покупки? Нет, Лу. Ну, не волнуйся, но всего несколько дней. Ну, почему? Нет, мне это не нравится. Как мне делать покупки? За наличные. Понятное дело. Больше так не шути, Лу, не шути. Лу, нам надо там жить все 365 дней в году, нет? Мы к этому придем. Ты мне обещаешь? Обещаю. Поклянись. Нет, ну хватит. Ну что ты? Буду теперь липкая. Противный. Ну, противный. Вот тебе. Так, хорошо, сеньор. Я вам перезвоню. Спасибо. Есть новости, сеньора. Новости хуже и хуже, Роза. Ну, зато второй адвокат позвонил и сказал, что займется этим делом. Да, одна, одна хорошая новость. Что с тобой, милая? Пойду прогуляюсь. Куда ты? Зайду к Трине. Подышу свежим воздухом. Какая она странная. Низь проста. Трине. Ре Говорят вам, сеньора, Диего нет. Пожалуйста, не ходите туда. Диего! В чем дело? Я сказала, что сеньора нет. Никто не помешает мне увидеть его. Диего нет. Как это нет? Выходи, трус, выходи. Я не позволю. А машина у входа, почему в этом доме все врут? Вы что, глухая? Он уехал с родителями на отдых. Как это уехал? Он утром был у меня дома. Вы? Вы его увезли. Скажите, где Диего? Где он? КОНЕЦ Ничего бы не попробовать на рулетке. Это труднее, но больше шансов выиграть. Остались без денег? Я не собираюсь отчитываться. Если хотите, могу помочь выиграть. Нет, 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 спасибо. Жаль. У меня есть способ заработать быстро и легко. Хочу помочь нуждающимся. Останьте меня в покое. Останьте меня в покое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дайте мне личные вещи. Пиджак, галстук, часы и ремень. ДимаTorzok 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 Я ей говорил, я ей говорил, мама, чтобы больше не встречалась с этим типом, а она не послушалась. Агустин, прошу тебя, мой ребенок. На русский язык фильм озвучен компанией Angst Consulting International по заказу российского телевидения. Субтитры создавал DimaTorzok